Детский радиотеатр Вася! Василий! Ну? Ну, собираться пора, однако. Подъезжаем. Москва скоро. Так уж все собрано, Витя. Ну, где ж все? Ситные, яблоки моченые не забыть бы. И гитару твою сунуть куда не найду. В руках понесу. Опять ты у окна всю дорогу. И окошки-то заснеженные. Вот она, чубунка какая. У нас в Красноярске разве увидишь такое? За окошком это мелькает, мелькает. Все новое. В Москве долго ли пробудешь? До дня три не больше. В Петербург надо ехать. Так ведь экзамен-то вроде еще в апреле, не скоро. Полтора месяца. Чуть больше. Все одно надо. Да. А мне и Москву повидать не доведется. Вильно сразу же втроится Сергееву Лавру. С поезда на поезд. Вот и расстаемся мы с тобой, Вась. Свидимся ли, нет ли? Завел панихиду. Все у нас с тобой впереди, Митька. Да. Разные у нас впереди, Василий. Я ведь кто? Семинарист. Одна мне дорога в Лавру и иконописи учиться. А ты в Петербург, в Академию, знаменитым художником станешь. Ведь станешь. А что? Затем и еду. Затем и еду. Васенька, что задумал, сыночек? Мама, учиться хочу. Так денег-то у нас нет, сам знаешь. Рисунки мои губернатор в Петербург посылал, в Академию. Ответ пришел. Согласна взять меня учиться? Не запрещаю я тебе, Васенька, коли душа горит. Только не знаю, как с деньгами, сыночек. Дорога дальняя. А я пешком пойду. Мне хоть чё, так ничего. Ломоносов с обозами из Архангельска до Петербурга добрался. А я, что ли, не смогу? Буду в дороге помогать, коней кладь караульть. Вот и прокормлюсь, что не то. Лежат у меня заветные тридцать рублей, Васенька. Дам на дорогу. Абось, поезжай. Лежат. Эй, Митька, ну чего закис? Сбодрись, паря. Забудешь ты Митьку Лаврова, Васька, друга закадычного. Забудешь, как в Красноярске с гор катались, снежками бросались. Енисеи переплывали. Нет, нет. Сибирь. Она такая за сердце держит. Я это понял сейчас, в дороге. И не только потому, что родная мать там осталась, братишка младший. Край наш сибирский вольный, смелый. Предки-то мои пришли в Сибирь с Ермаком. Помнишь? У Карамзината. Российский Пизарра, не менее испанского грозный для диких народов, шел воевать Кучумова державу с воинами неодолимыми, стреляющими огнем и громом смертоносным. Но Кучум, лишенный зрения, имел душу твердую. Решился стать мужественно за царство и веру, ибо и дикие не любят господ чужеземных. О, помнишь? Я митер русскую историю, шибко люблю. Ой, такие характеры, такие лица представляются. Мне шесть лет было. Петра Великого с черной гравюрой рисовал. Смех один. Мундир синькой расписал. Отвороты брусникой. Я, ежели из меня выйдет художник, из истории картины писать буду. Драмы какие происходили. В Москве сразу же на Красную площадь пойду. Потом в Кремль. Взойду на колокольню Ивана Великого. Посмотрю на Москву. Историю послушаю. Голос ее. Попль бунта раздался из конца в конец Москвы, и двадцать тысяч вооруженных людей, черн, граждане, дети боярские устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота и собрать несколько стрельцов для защиты и думу для совета в опасности незапной. Метежники овладели в Китай-городе тяжелым снарядом, обратили царь пушку к воротам фроловским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Господа Антипов, Волков, Градский, пожалуйте в зал. Послушайте, Зайцев, я никогда не рисовал такого в Красноярске. Гипсовая античная кисть руки. Скажите, зачем? Таков порядок. Экзаменационная работа. Рисунок. И что, по нему будут судить, годишься ли ты ученики Академии? Рисуйте, рисуйте, Суриков. Скоро и вас вызовут. А вы тоже хотите живописью заниматься? Нет, архитектурой. Господин Зайцев! Ну вот, меня не пуха. К черту! Какая-то глупая рука. А если мне это не интересно рисовать? Всегда рисовал совсем другое. Рисовал с картин копии. Так кто ж картины? А тут вон, рука какая-то. Галок-то сколько за окном. Ишь ты, разлетались. Уселась, красавица. Перья выдраны, тощие, страшные. Попадишь ты. О, хорохорица. И что-то в ней еще. Вроде как на ведьму похоже. Верно, верно. К бояриню Морозову. Раскольницу тоже поди. Ведьмы считали. Вот такую же черную, страшную, везли в кандалах на грязной подстилке. Чудно. В голове столько картин стоит. Только пиши. А тут рука эта гипсовая. Зайцев, ну как? Поздравьте, Суриков. Я принят. От души поздравляю. А у меня вот рука эта чертова. Ну, никак. Кому она нужна? Господин Суриков. Меня. Пожалуйте в зал. Господи. Ой, а я и половины не нарисовал. Ну, что же делать? Идите, не пуха. Кто экзамен-то принимает? Академик Федор Антонович Бруни. Суриков, Суриков, я буду ждать вас на набережной Невы. Слышите? Буду ждать. Где же ваши рисунки, господин Суриков? К экзаменам допускаются только те, кто ранее прислал в академию свои рисунки. Господин Бруни, они у вас. Я прислал их из Красноярска несколько месяцев назад. Копии из Боровиковского, Нефа, Тициана. Ах, да. Вот, кажется, они. Ну, и каков вам был ответ? Вице-президент академии, князь Гагарин, сообщил, что меня согласны взять в академию в число учеников, но на содержание мое и дорогу средства отпустить не могут. Ну, само собой разумеется. На какие же средства вы приехали? Все расходы по моему содержанию в Петербурге и на дорогу взял на себя городской глава Красноярск. Золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. Он увидел во мне способности. Да, вот так по-напрасную растрачивают состояние. Петр Иванович верит в меня. И напрасно. Это рисунки? Да за такие, с позволения сказать, рисунки вам надо запретить даже ходить мимо академии. Получите обратно ваш экзаменационный рисунок. Он никуда не годится. Вы совершенно не умеете рисовать. Словом, вы не приняты, господин Суриков. Мой вам совет. Отправляйтесь в вашу Сибирь и молюйте вывески купцам. Купцы любят яркую мазню. Суриков! Суриков! Ну, как? Ох, еле дождался. Как? Не приняли, однако. Да ну! Черт! Даже не придумаю, как вас утешить. А утешать я не надо. Как у нас в Сибири говорят? А мне хоть чё, так ничего. Мы, сибиряки, народ крепкий. Вы думаете, я уеду из Питера? Как бы не так. Все равно поступлю в академию. Я им всем покажу. Послушайте, Зайцев. Не знаете, где можно поучиться рисованием? Да знаю, конечно. Есть общество поощрения художеств. При нём открыта школа рисования. Там, кстати, учились Крамской, Верещагин, Репин. Вот, и ладно. До осени проучусь, а там в академию. Постойте, Суриков, а жить-то вам есть где? Квартирую у одной старушки. Комната темноватая, узкая, как колодец. Зато фортепьяно есть. Да ну, вы что, играете на фортепьяно? Ага. И на гитаре. Ну, ну, помалу, помалу. Музыку люблю до страсти. Петербург, 16 сентября, 1869 год. Милая мама, я поступил в академию. Успешно иду из наук и рисования. Профессора одобряют мои работы. Год 1870. Милая мама и братишка Саша. Новый год принес мне новые удачи. Я первый перешел на второй курс по рисованию и наукам. На каникулах занялся первой большой работой. Хочу написать медного всадника при лунном освещении. Не обрящется ни токма в нынешней нашей памяти века, но и в гисториях прежних веков его величеству равного, в котором бы едином то ли к монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве то ли многие славные дела не токма начал, но и в действом произвел. И народ свой, который в таких делах не был искусен, не токма обучил, но и прославил. 1870 год. Осень. Картина как будто удалась. Ее взяли на осеннюю выставку Академии. Петр Иванович Кузнецов пришел от нее в восторг. Купил ее за сто рублей. Посылай вам несколько денег, милая мама. Год 1873. Декабрь. Милая мама и Саша. Я получил золотую медаль за картину, которая писалась в некоторых газетах. Пир Валтасара. Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне во Всемирной иллюстрации от 14 ноября номер 307. Вместе с медалью я получил диплом об окончании курса наук и теперь имею чин губернского секретаря. Потеха. Как подумаешь о чине. Посылаю вам деньги. Да-да. Вы хотели видеть меня, господин Бруни? Да-да, господин Чистяков. Присаживайтесь. Благодарю. Полагаю, видели ноябрьский журнал Всемирной иллюстрации. Разумеется. Отклики на выставку наших учеников? Отклики. Это не отклики, Павел Петрович. Это прямо-таки панигирик, восторженный до неприличия. Вы имеете в виду отзыв на работу ученика Сурикова? Вашего ученика, Павел Петрович. Что же вам не понравилось в отзыве? Помилуйте, любезнейший. Вот извольте. Герой нынешнего академического года, или вот, сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду на талант, способный принести честь народному искусству. А каково? По мне, такой отзыв совершенно справедлив, Федор Антонович. Это, говорите вы, профессор академии? Талант, способный принести честь народному искусству. Народному. А у нас академия, любезнейшая, академия, классика. Довольно уж нам народного искусства, коим кормят нас господа передвижники всякие там крымские, соврасовые, перовые и же с ними. А у нас академия. И вам, господин Чистяков, надлежало бы строже относиться к принципам, установленным в этих стенах, кстати, еще задолго до нас с вами. Вот именно, Федор Антонович, задолго. То есть, что вы хотите этим сказать? Случается, что принципы в искусстве теряют связь с временем, и тогда они становятся не принципами, а рутиной. Да, при таких взглядах, сударь, неудивительно, что часть академического студенчества пошла по пути далекому от прямых дорог истинного высокого искусства. Тот же Суриков. Суриков идет по пути далеком от безидейного творчества, от рутины, от подражания Западу. У него русская манера. Сударь, я как ректор академии. А я, господин Бруни, как воспитатель юношества поддерживал и буду поддерживать демократические направления в работах молодежи, в частности Сурикова, одного из самых талантливых молодых художников. И, вы извините, я спешу, у меня лекция. На один момент, господин Чистяков. Да, да. Павел Петрович, как раз по поводу вашего Суриков. Я весь внимание. Мне сказали, что будто бы он по воскресеньям регулярно посещает католический собор Святой Екатерины, что на Невском. Он что, не православного вероисповедания, ваш Суриков? Он ходит в собор слушать музыку, Федор Антонович. Ну, ходил бы в Исакевский, там синодальные певчи. А в соборе аркан, и там по воскресеньям играют баха. КОНЕЦ Лиза, он опять тут. Кто? Соня. Этот черноволосый, чернокудрый молодец. Этот нахал. Почему нахал? Он не спускает с тебя глаз. Просто неприлично. Тебе кажется, Соня? Нет, нет, не кажется. Это продолжается уже второй месяц. Он приходит сюда каждое воскресенье и садится так, чтобы видеть тебя. Мало ли народу приходит молиться в собор? Молиться? Ой, не смеши меня. Это он-то молится? С его-то разбойничьей физиономией он молится. Только на мою сестру. Пожалуйста, не надо, Соня. Мы мешаем слушать музыку. Лиза, пойдем же скорее. Ну, что ты медлишь? Нет, подумать только. Этот разбойник кланяется нам? Что ты делаешь, Лиза? Ты ответила ему? Да, ответила. Ну, что же? А то, что, во-первых, это недопустимо, кланяться незнакомому человеку. А во-вторых, посмотри, этот нахал идет к нам. У меня нет слов. Простите. Могу я быть вашим провожатым? Мы незнакомы, сударь. Ну, это легко поправить. Разрешите представиться. Суриков Василий Иванович. Художник. Ой, правда, я видела вашу картину в журнале Всемирная иллюстрация. Это ведь ваша? Моя, моя. Лиза, Лиза. Ну, что ты, Соня? Ты ведь тоже видела эту картину? Мы с тобой вместе ее рассматривали. Картина мне очень понравилась. А вы, кажется, любите Баха. Да, мы с сестрой ходим в костел молиться Баху. Мы обе любим его безгранично. А я вот тоже. О, какое совпадение. Тоже влюблены? Да. То есть... В Баха? Да. И буду счастлив, если позволите мне поклоняться вашему божеству. Очень мило. Но, во-первых, вряд ли вы нуждаетесь в чьих-нибудь позволениях, как мы успели заметить. Мерси, а во-вторых... А во-вторых, вот мы и пришли. Это наш дом. Прощайте, господин Суриков. Бога ради, извините. Но все-таки, кого я имел честь провожать? Наша фамилия Шаре. Меня зовут Лиза. А меня Соня. Прощайте. Лиза? Лиза, идем же! Лиза, простите. Я хочу увидеть вас еще раз. Приходите в воскресенье молиться в Баху. А до воскресенья? Завтра, послезавтра. Вы очень торопитесь. Ну, тогда я буду стоять у вашего дома всю неделю. Вас прогонит дворник. Он очень сердитый. Не прогонит. Меня все дворники любят. Я их рисую. В среду мы поедем в Сестрорецк на гуляние. Там тоже будет музыка, оркестр. Вы любите вальсы Штрауса? Обожаю. Я просто не могу жить без них. Сестрорецк на гуляние. Боюсь, я не понравился вашему батюшке Лизу. Он не мог добиться от вас ни слова. Молчал, как дурак. Растерялся, оторопел. Ну да ладно. Вот, приду к вам домой. А разве вас пригласили? А разве вы не пригласите? Мы знакомы всего два месяца. Мы знакомы уже два месяца. А мне кажется, всю жизнь. Лиза, осенью я заканчиваю академию. Получу аттестат о завершении образования. Предстоит одна очень серьезная работа. На большую золотую медаль и на звание классного художника первой степени. Вот так. Ох, задумал я картину. На библейский сюжет апостол Павел говорит с народом. Кстати, вместе со званием классного художника лучшим ученикам дается заграничная командировка. Значит, вы уедете? Надолго? Да нет, ну что вы, я не знаю. И вообще не знаю, уеду ли. Мне ведь могут и не дать золотую медаль. Ну, говорят, вы лучший ученик профессора Чистякова. Павел Петрович, самый прекрасный педагог в академии. Но я не о том. Золотая медаль, заграница, это все не важно. Лиза. Что же важно? С осени я буду совершенно независимым человеком. Лиза, вы ведь понимаете, о чем я? Да. Лиза, вы ведь понимаете, о чем я? Провалить лучшего ученика академии, господи! Да что же это делается у нас, провалить вашу картину? Павел Петрович, успокойтесь! Да не успокаивайте меня, Суриков, провалить такую картину! Говорят, образ апостола Павла вышел у меня чересчур дерзким для святого. Вот именно! Это говорят не история, а жанр. Слишком, говорят, легкомысленно для сюжета. Ну, разумеется, ну, разумеется! Вы ведь забыли написать мозоли на его ногах, разумеется! Ах, тупицы, чинуши, остолопы! А мне вот кажется, Павел Петрович, картина все-таки получилась живая, а? И колорит богатый. А ведь истинному колориту научили меня вы. Я просто постарался развить в вас то, что уже органически заложено в природе вашего дарования. Главным у нас считается рисунок. А краски, колорит, это все вроде не важно. Не согласен. Надо основываться на живом изучении натуры. Чувствовать композиционную роль цвета. И вы это чувствуете, Суриков? Чувствуете! А эти тупые, злобные академики лишили вас золотой медали. Да потопные болванотропы. Да шут с ними, Павел Петрович. Чего уж вы так? Ну, и не поеду за границу. И, может, оно и лучше. Мне хоть чё, так ничего. Нет, милый мой, вы поедете. Вы все-таки поедете. То есть как поеду? Я был самолично у великого князя. Он выхлопотал вам у царя в виде исключения. 800 рублей на поездку. Собирайтесь! Собирайтесь! Не надо, Павел Петрович. Не надо. Что не надо? Не поеду. Что за вздор вы несете, Суриков? Не надо мне царской милости, Павел Петрович. Ах так. Гордый? Да нет, просто довольна уже мне пользоваться чужой помощью. Независимость. Вот чего я хочу, страстно хочу, Павел Петрович. Да и вообще, не поеду. Мне здесь лучше. Что же вы собираетесь делать? Попрошу, чтобы вместо поездки мне позволили работать в Москве. По росписи храма Спасителя. Помогите мне, Павел Петрович, а? Ох-ох-ох. Да ладно. Похлопочу. Убежден Совет Академии, легко согласиться. Странный вы человек, Суриков. Очень странный. Но вы мне нравитесь. Честное слово, нравитесь. Поезжайте. Поезжайте в Москву. Значит, Москва. Это ненадолго, Лиза. К весне я закончу работу. Заработаю деньги. Мне нужны деньги, чтобы стать свободным и начать свое. Играйте, играйте. Я люблю слушать вашу игру. Лиза, зима быстро пройдет. Я буду часто приезжать в Петербург. Я не смогу подолго не видеть вас. А весной приеду и украду вас. Увезу в Москву. Я сделаю все, чтобы вам было хорошо в Москве. Мне будет хорошо. Я многое задумал, Лиза. Такие мечты, голова кружится, исторические картины. Но написать смогу только в Москве. Когда я в Москву приезжаю, во мне что-то поднимается. Волна какая-то. Может быть, потому что уютнее там, чем в Петербурге. Может, напоминает она мне Красноярск. В Москве все дышит историей, Лиза. Иногда, бродив в сумерках возле Кремля, и чудится. У стен не кусты растут, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии. Я когда... Я когда пишу, я должен не только видеть то, что пишу. Я должен слышать. И голоса, звуки. Приступая к исполнению казней, царь пригласил всех иноземных послов. Место казни окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было москвитян, влезших на крыши и ворота. Думал холодный ветер. У всех замерзли ноги. Приходилось долго ждать. Наконец, его царское величество подъехал. В карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плахи. Тысяча шестьсот девяносто девятый. Февраль. Мороз. Белый пар от дыхания сотен людей везут осужденных. Зажженные свечи в их руках. Огоньки едва трепещут в белом свете зимнего дня. Палач в красной рубахе, борода черная. Все бояре, сенаторы царской думы, дьяки по повелению царя должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Царь сидел в кресле и смотрел на эту ужасную резню. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, непривыкших к должности палача, трясутся руки. Казнь стрельцов. Нет, нет. Лучше так. Утро стрелецкой казни. Когда на картине кровь и казненная, это отвращает. А вот ожидание казни. Вот трагедия. Вот страшная. Сколько лиц. Сколько глаз. Рыжий стрелец. Вот ты какой. Гневное. Темное лицо. Дерзкое и бесстрашное. Горящие ненавистью глаза. Рыжий стрелец. А это удивительно. А каковы женские лица? Нет, не согласен. Перспективы нет. Несколько подлинного чувства. Господа, это не картина. Это вызов. Вызов самодержания. Илья Ефимович. Илья Ефимович. Илья Ефимович. Господин Репин. Где он? Послушаем, что он скажет. Илья Ефимович. Илья Ефимович. Господин Репин. А, Павел Петрович. Ну, как выставка? Нравится? Великолепно. Это ваша девятая передвижная, кажется. Да, девятая. О, Петербург запомнит сегодняшний день. Первое марта 81-го года. Ни на одной выставке не было столько работы. Да, да. Ваше полотно. Крамской, Васнецов, Маковский. Главное-то не назвали. Стрельцы-то Сурикова. Вот уж поистине события, Павел Петрович. Только о ней говорят. Я бесконечно рад. Ведь Суриков мой ученик. Кстати, почему я его не вижу? Где он? Неужели не приехал из Москвы? Болен. Болен? Да. Тяжелое воспаление легких. Простудился в февральскую стужу на этюдах. Но свое гениальное детище прислал нам. Я видел полотно. Это не бывало. Это огромно. Огромно. Картина производит на всех глубокое, неотразимое впечатление. У строителя выставки в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. Она гордость выставки. Мы сразу же решили предложить Сурикову стать членом товарищества. А как он сам-то живет? Вы, кажется, дружны с ним. Очень дружны. Я всем сердцем люблю его. Ну, как живет? Вы же его знаете. Только искусством, только для искусства. Работает до обмороков, до галлюцинаций. Сгорает, не жалея себя. Этим огнем и греет все вокруг. И довольно холодную квартирку свою, и полупустые комнаты. Правда, жена чудесная, две девочки. Семья прелесть. А в его комнате сундук, два сломанных стула с пробирявленными сидениями, на полу палитра, вымазанная красками, тюбики. Так и живет. А если подумать, там, в тесной квартирке на Зубовском бульваре, три года шла титаническая, неустанная работа. И вот, свершение. Я тут слышал разговоры. Вызов обществу, картина с революционным душком. Кое-кто весьма косо смотрит. Ну, что вы хотите? Такое время всего опасаются. Молодежь-то бурлит, мысли новые кипят, будоражат. Что такое? Господа, что случилось? В чем что-то случилось? Господа, страшное несчастье. От бомбы террориста-революционера смертельно ранен государь Александр Николаевич. Это невероятно. Выставка закрывается, господа. Отменяются все концерты и зрелища. Год 1881. Лето. Станция Люблино, деревня Перерва. Милая мама, я, слава богу, здоров, как и семья моя. Живу теперь на даче около Москвы. Место хорошее. Гулять и работать можно. Только вот дожди заладили. Картину свою «Утро стрелецкой казни» я, мама, продал в галерею Павла Михайловича Третьякова. Думаю, начать новую здесь, на даче. Буду жить здесь до сентября. Дождь все идет и идет. Второй месяц. Девочки б не простудились. В доме сыро. Да, скверное лето, Лизонька. Вечереет. Пора бы лампу зажечь. Пойду почитаю девочкам. Приуныли они что-то. Ты придешь к нам? Я тут посижу. Оставь дверь открытой. Я люблю смотреть на вас, когда вы сидите втроем у лампы. Кто же так вот сидел? Точно так, за столом, в избе. Только обстановка другая, убогая, жалкая. И на столе не лампа, а свеча. Кто же это вспоминается мне? Что-то знакомое, что-то чудица. В темном углу теплится лампада. И за столом, ну, конечно, он, всесильный петровский вельможа, светлейший князь, почти равный самому царю Петру. Нет больше ничего, ни чинов, ни власти, ни богатства, ни славы. Раздавлены, уничтожены дети. Сын сидит, опустив голову на руки, лицо отрешенное, измученное. Младшая дочь при свете свечи читает вслух книгу, наверное, Библию. Старшая дочь у ног отца закуталась в темную шаль. Прекрасное, горькое, страдальческое лицо. Царская невеста, так теперь ее зовут. Моя вина, моя вина. Я покупил ее. Вот мука, вот расплата. А вот казнь. Написать бы такого, написать бы... Вася, Вася, ну что ж уж ты так разволновался, Павел Петрович? Вот еще, смотрите, отзывы Стасова, Стасова об одиннадцатой передвижной выставке. Пожалуйста. В восторге от свидания Маковского. Превозносит художника Максимова колдун на свадьбе. Восхищается последней картиной Репина «Крестный ход». Видите, Павел Петрович, лучшее торжество современного искусства. И ни одного слова о моем Меншикове в Березове, ни одного, обошел меня обидным молчанием, словно я и не выставлялся. Полно, Вася, полно, ну нельзя так нервничать. Еще этот петербургский климат, мартовский ветер, грудь разболелся. Надо было остановиться у меня, а не в гостинице этой. А в других газетах только ругают, Павел Петрович. Войдите. Павел Михайлович? Здравствуйте, господин Суриков. Разрешите? Конечно, прошу вас. Добрый день, господин Третьяков. Хочу побеседовать с вами, Василий Иванович. Если намерены жалеть меня, господин Третьяков, не надо. Я сам знаю. Провалился, провалился, но жалости не терплю. Дайте мне сказать. Я покупаю вашего меньшкого. Но, Павел Михайлович, картину ругают. У меня есть свое суждение. Я привык руководствоваться им. Ваша картина открывает новые пути для всей русской живописи. Вы нашли новые средства для выражения своих мыслей, новые формы для композиций и цвета в живописи. Да, и ее трудно понять сразу. Говорят, она слишком темная по тонам, черная. Отнюдь. Напротив, она звучная и глубокая по цвету. Психологически ваше полотно близко к творениям Рембрандта. Я никогда не был в Европе, не видел подлинника. Знаю. Но вы русской до мозга костей человек сделали сами огромный шаг вперед. Вы согласны продать мне картину? Согласен, Павел Михайлович. Ну, о цене не заботьтесь. Я заплачу вам столько, чтобы вы имели возможность прожить несколько лет, не думая о заработке. И, кроме того, на год поехать за границу. Вам это нужно, Суриков. Павел Михайлович. Павел Михайлович. Год 1884. Июнь. Здравствуйте, милая мама и Саша. Путешествие наше продолжалось восемь месяцев. Мы здоровы. И я, и жена, и дети. Вот мы все и опять в Москве. Теперь я пишу новую картину. Тоже большую. Мама, я все вспоминаю свою крестную, Ольгу Матвеевну Дурандину. Вспоминаю, как к ребенкам я был, а она рассказывала мне о расколе, о старобрядцах. Раскол крестник, милый, дело давнее, лет тому двести, при царе Алексея Михайловича случилось. Был тогда патриарх Никон, главный при царе. Вздумал он проверить, как в церквах служат. А служили по-разному. Книг не было, молитвы от руки писали. И приказал тогда Никон служить всем по одному молитвеннику, греческому, и креститься трехперстным крестом. Ну, одни согласились, другие ни в какую. По-старому молиться будем, двухперстным крестом. Вот и стали они прозываться старобрядцами. И пошел к ним бедный народ, нищие, крестьяне, ремесленники, а богатые да знатные ближе к царю были. Не с руки им было идти против царя и Никона. Но была тогда, Васенька, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова, богатая боярыня. И она пошла в раскол. И потянулись к ней все старобрядцы. Она им свои богатства раздала. И так была упорно ни царь, ни патриарх Никон не могли заставить ее отречься. От старой веры. Мучили ее, пытали, ботагами били, на дыбу поднимали. Вот она какая была, боярыня Морозова. Федосья Прокопьевна не смирилась и повезли ее в ссылку. Морозным днем на санях утром пришел думный дьяк в застенок, принес цепи, возложил их ей на шею. Ноги уже были в железо взяты. Поцеловала она цепи. Слава тебе, Господи, сподобил меня пострадать. Посадили боярыни на дровни, повезли через Кремль. Когда везли мимо чудового монастыря под царские переходы, знала, смотрит царь Никон, слуга дьявола. Стала креститься двуперстным знаменем. Высоко подняла руку, гремели цепи. Показала царю, не стыжусь своего поругания. Вася, Вася, посмотри, посмотри, что пишет Стасов. Вот. Ругает. Ругает? Что ты, Вася? Вот. 15-я передвижная выставка, февраль 87-го года. Вот. Суриков. Просто гениальный человек. Это Стасов. Васенька Стасов. И далее. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. О. Да, да, да. Ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. Поистине в картинах стрелецкая казнь и боярни Морозова образы Шекспира в живописи. Вот, Васенька, вот. Лизонька, я устал. Я очень устал. Знаешь, меня нестерпимо тянет домой, в Сибирь. Лиза, поедем в Красноярск, а? К маме. Поедем. Твоя мама ведь никогда не видела ни меня, ни девочек. А я никогда не видела твоей родины. Вот ты прекрасна. Третьяков заплатил мне за боярню 15 тысяч. Можно отдохнуть. В Сибирь. Лиза. На родину. Мама. Мама. Ну, неужели мы здесь все вместе, а? Милый. Приехали. Сын мой, Васенька. Похудал, сынок. Много работаешь. Работаю, мама, работаю. Вот отдохну и снова за работу. Задумчив ты стал, Васенька. Был ты веселый. Ну, что ты, что ты. Нам хоть чё, так ничего. Задумчивый. Права ты. Здесь задумчивый. Вот все хожу, смотрю, дышу и думаю. Вот отсюда все мое. Отсюда картины, образы, видения. Ой, многое хочу написать. Многое мечтается. И взятие снежного городка. Память юности хочу написать. И Степана Разина. Даже о Суворове мечтаю, как переходил он Альп. Тяжко тебе жить, милый. Душа у тебя большая. Радостно мне жить, мама. Ведь я люблю. Люблю искусство. Люблю землю свою. Люблю людей. Если в работах моих люди почувствуют, услышат хоть каплю этой любви, значит, не напрасно я проживу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушали радиоспектакль «Живописец из Сибири» о русском художнике Василии Сурикове. Роли исполняли Суриков, Василий Бочкарев, Лиза, Лариса Гребенщикова, Соня, Людмила Долгорукова, Чистяков, Вячеслав Дугин, Бруни, Агрий Аукшкап, Историк, Яков Смоленский, Третьяков, Степан Бубнов, Репин, Геннадий Фролов. В эпизодах заняты артисты московских театров. Редактор Майя Кричкова, режиссер Николай Грунин, звукорежиссер Любовь Рындина, оператор Галина Зудкина. Редактор Майя Кричкова,